Встреча с Народного Творчества Встреча с Народного Творчества Александр Владимирович, вот скажите, сколько вы делали эту кольчугу в времени? Ну вообще она изготовилась где-то в пределах года, даже трех лет, потому что начинал, откладывал, очень много историй пришлось, книг почитать, чтобы найти все-таки. Ну секрет не то, что он знает все об этом, но сама технология, конечно, у меня примитивная, я стыкую просто кольца, а так она раньше клепалась, одни кольца клепались, другие холодной клепкой были. Так что история интересная, надо читать ее. Александр Владимирович, вот скажите, все-таки это ремесло забытое, а где вы взяли основу этого? Как это делается? Ну случайно в армии один товарищ видел, что я занимался, вообще я с детства моделированием занимался, и он мне показал вязку кольчужную, ну и начал изучать историю немножко. И вот дошел до этого, что изучил ее. Кстати, где-то есть английская вязка, читал, но нигде не могу найти литературу, очень интересно бы знать. Но эта кольчуга, которая на мне, она ведь не первая у вас. Сколько вообще вы связали? Да где-то штук семь есть. Штук семь, да? Да. Вы только кольчуги вяжете или у вас еще что-то есть? Нет, и под шлемники делаю. Вот сейчас, да, могу показать. Давайте посмотрим. Вот с ним я повозился очень долго. Сколько вы его делали? Тут самое главное создать рисунок, чтобы разлет был. Потому что он же конусом не делается. Надо, видите, создать, чтобы была объемность. Ну сейчас можно, как говорится, на коня и в бой. Можно, наверное. Вот таким ценный энзепляр был на этой выставке. Самый ценный. Академия. 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 Академия.